Здравствуйте! В эфире программа «Лицом к лицу». Я Евгений Агарков. Кризис в Молдове. Прошли обыски у полицейских, поддержавших новую власть. Об этом заявил глава 6-го управления национального инспектората расследования Анатолий Маковей. Его управление ранее выразило поддержку новому правительству Маисанду. 8 июня в парламенте Молдовы сообщили о создании временной коалиции, в состав которой вошли депутаты из пророссийской фракции, партии социалистов и проевропейского политического блока АКУМ. Позже Конституционный суд Молдовы признал это решение неконституционным. Разобраться в ситуации, которая возникла в Молдове, мне поможет эксперт по вопросам внешней политики и урегулирования конфликта в аналитического центра «Дом демократии» Евгений Ярошенко у нас в студии. Евгений, я вас приветствую. Добрый день. Будем разбираться, потому что ситуация действительно очень запутанная. Давайте начнем с вопроса о двоевластии, о котором пишут молдавские СМИ. Что имеем мы по факту? Кто же контролирует власть Молдовы сейчас? Сложный вопрос, с которым не могут разобраться ни Конституционный суд Молдовы, ни правоведы. В общем, для того, чтобы ответить на вопрос, у кого больше власти, нужно подсоединить на четыре фактора. Первый фактор – это кто контролирует силовой блок. Складывается впечатление, что силовой блок по-прежнему контролируют люди, которые были назначены правительством от Демократической партии Молдова. То есть это партия, которую возглавляет олигарх Влад Плохотнюк, который является самым влиятельным игроком в этой стране. И никак не представители правительства Маисанду. Второе. Кто контролирует информационные источники? Влад Плохотнюк имеет влияние над многими ключевыми каналами Молдовы. Но, насколько известно, в Молдове ситуация со свободой СМИ довольно неплохая. Намного лучше, чем в других странах постсоветского пространства. Поэтому здесь примерно ситуация сбалансирована. Зависит от того, кто какие информационные источники использует. Третье. Внутренняя поддержка. Если мы посмотрим на результаты парламентских выборов, то за Демократическую партию голосовали около 25% избирателей. В то время как правительство, которое возглавляет Маисанду, суммарно больше 50%. Оно состоит из АКУМ проевропейской партии и пророссийской партии социалистов. То есть можно с определенной оговоркой утверждать, что правительство Маисанду пользуется большей внутренней легитимностью. Ну и четвертое. Это поддержка внешних игроков. Пока ни Европейский Союз, ни Россия, ни Соединенные Штаты, ни Румыния, ни Украина не сделали заявление о признании правительства. Однако Европейский Союз и Россия дали такой сигнал, что они приветствуют формирование демократически избранного правительства, сформированного после демократических выборов в Молдове. То есть можно сказать, что сейчас внешние игроки находятся на таком промежуточном этапе к признанию нового правительства. Однако они ведут выжидательную игру, чтобы не делать каких-то ошибок. Что, по сути, привело к тому, что мы имеем сейчас? То есть кто-то не захотел отпускать власть или как это можно назвать? Я бы описал нынешний политический кризис в Молдове как трехуровневую проблему. Первое — это противостояние между институтами власти, которое происходит последние почти три года. Это противостояние между президентом, у которого номинальная, по сути, церемониальная функция, почти как у британской королевы, но который принадлежит партии социалистов, и между парламентом и правительством, который контрольный пакет акций, если мы говорим о правительстве Павла Филиппа, имеет олигарх Влад Плохотнюк. Второе — это острая политическая и бизнес-конкуренция. Ведь в Молдове, в отличие от Украины, есть только один олигарх Влад Плохотнюк, и он обладает колоссальным влиянием и является самой влиятельной фигурой. И его рейтинг довольно низкий, и поэтому многие политические игроки, в том числе даже пророссийские и проевропейские, стремятся к альянсу для того, чтобы его сместить с политической сцены. То есть можно сказать, что его состояние нынешнее пошатнулось или еще нет? Оно пошатнулось, однако он пытается использовать все административные, информационные, экономические ресурсы для того, чтобы удержаться при власти. И третье — это борьба между проевропейскими и пророссийскими силами. Молдова в этом плане очень напоминает Украину 10 лет назад, когда примерно 50 на 50 это выражалось в социологических опросах, это выражалось в поддержке политических сил. Однако на нынешнем этапе внешняя политика, внешнеполитическая адженда не играет такую заметную роль. Здесь больше кризис вызван внутриполитическими и социальными противоречиями, чем внешнеполитическими. Но, тем не менее, есть вот эти противоречия и противостояния между пророссийскими и проевропейскими направлениями партий. Но, тем не менее, мы видим коалицию между пророссийской партией социалистов и Акумом. Как такое вообще могло произойти, по сути? Это, наверное, стало главной неожиданностью в развороте политической ситуации в Молдове в этом году. Сколько Акум является такой партией, которая сформирована во многом гражданскими активистами и которые не связаны с плохотником, в отличие от других политических сил, и которые выступают за продолжение проевропейского вектора внешней политики Молдовы. И есть социалистическая партия, которой принадлежит президенту Игорь Дадон, который известен тем, что пытался поставить под сомнение соглашение об ассоциации и пытался Молдову повернуть в сторону Евразийского экономического союза, чтобы Молдова там получила статус наблюдателя. Однако здесь такой временный альянс скорее вызван тем, что фигура Плохотнюка стала очень токсичной. И эти партии, что социалисты, что Акум перед своими избирателями хотели показать то, что они способны сместить вот эту вот скандальную личность или минимизировать ее влияние на молдовскую политику. И вынуждены были таким образом сформировать коалицию. Однако они понимают, что скорее всего такая коалиция продержится до следующих выборов. А скорее всего это будут выборы не регулярные, это будут тоже досрочные выборы. Есть такой прогноз у вас. Ну действительно это интересный момент. Как вообще в этой ситуации, то есть вы упомянули о позиции некоторых стран постсоветского пространства, в том числе о непризнании и, ну, скажем так, но что говорит позиция Вашингтона, Брюсселя вообще по поводу этих событий в Молдове? Ну, была позиция со стороны представителей Европейского Союза, которая гласит о том, что они поддерживают формирование демократически избранного правительства, однако они аккуратно избегали тему признания этого правительства, потому что они не знают, когда в дальнейшем будут развиваться события, не хотят делать ошибок. Пример в этом году вопрос признания правительства Хуана Гуайдо в Венесуэле, когда некоторые страны сделали поспешное признание, однако ситуация там зашла в такой угол, когда это правительство, которое было частично признано, не обладает никакой властью, и это никак не пошатнуло президента Мадуро. Вот. И для Европейского Союза, с одной стороны, Влад Плохотнюк и демократическая партия, которая последние годы фактически управляла Молдовой, были удобны, потому что они продолжали проевропейскую политику, при них было подписано соглашение о ассоциации, при них был получен безвизовый режим, ну и так далее. То есть они двигались в проевропейском русле. Но, с другой стороны, Плохотнюк и его влияние на молдовскую политику стало препятствием для продолжения многих реформ, например, для борьбы с коррупцией, для восстановления верховенца права в Молдове. Поэтому Плохотнюк и вот это вот засилие олигарха, что напоминает ситуацию у нас в стране, где группа олигархов во многом препятствует выполнению жизненно важных реформ в Украине. Оно не очень устраивало Европейский Союз. И в Европейском Союзе опасается, что разочарование населения в реформах, точнее в том, что они не достигают конечной цели, приведут к тому, что пророссийские силы войдут в правительство. И таким образом это может повлиять на дальнейшую внешнюю политику Молдовы. Давайте больше поговорим о Украине, как у нас реагируют на эту ситуацию. Я знаю, что даже были усилены пограничный контроль. С нашей стороны будут контролировать въезд россиян в Молдову и будут акцентировать на этом внимание. Но все же давайте поговорим о политическом плацдарме. Как эта ситуация в Молдове может повлиять на отношения Украины-Молдовы в политическом русле? Для Украины тоже кризис в Молдове во многом поставил нашу страну в неприятное положение. Потому что с премьер-министром Павелом Филиппом было очень плодотворное сотрудничество, трансграничное сотрудничество, экономическое сотрудничество, общая координация политики на европейском направлении. И как бы разрывать это сотрудничество и налаживать с новым правительством, но означает как минимум временную паузу, сколько будет налаживания контактов с новыми лицами. Но с другой стороны, Павел Филипп, демократическая партия, связана с Плохотнюком. Если Украина не сделает какую-то четкую позицию, что они отгораживаются от тех неприятных процессов, которые имеет место в Молдове, это может нести некие репутационные потери для Украины. Ведь связь с одиозной фигурой, она чревата и тем, что имидж Украины внутри молдовского общества, может быть, скажем так, не очень положительно воспринят. И для Украины сейчас главное опасение — это то, как будет правительство Молдовы действовать на преднестровском направлении. Потому что в правительстве Майя Сандо состоит из АКУМ и социалистов. Социалисты продвигают план реинтеграции Молдовы на условиях федерации, что очень сильно совпадает с российским планом Козака, который еще в 2003 году был разработан. И тут в этом плане есть пункт о том, что Приднестровье может вернуться, скажем, реинтегрироваться в состав Молдовы, если получит очень обширную автономию, если будут российские войска на территории Молдовы. Признание со стороны правительства Молдовы, легитимизация российского военного присутствия, тем более его увеличение, опасно для нас, потому что эти российские войска или разные... Ну, в общем, присутствие с той стороны, грубо говоря, это еще один фронт для Украины, возможно. Да, и это может использоваться, если не для потенциальной дестабилизации ситуации в южной части Одесской области, то как минимум для того, чтобы пугать вторжением. А как вы считаете, вообще, как может разворачиваться ситуация с войсками на территории Приднестровья? Потому что, действительно, это очень такой обеспокаивающий момент, который тревожит... Но, опять же, там даже глава МИД Молдовы по Песку, они говорят, что они будут настаивать на выводе этих войск из непризнанного Приднестровья. Как вы видите развитие этой ситуации, возможно? Пока что складывается впечатление, что не будет никакого прогресса, ведь у Молдовы, у Приднестровья позиции очень сильно различаются по основным вопросам мирного урегулирования. И тут какой-то перелом, какой-то решительный сдвиг может быть только в том случае, если социалисты, которые продвигают российскую повестку дня, получат очень сильное влияние, и они будут как раз диктовать вот эти условия, предусмотренные планом Козака. Только в таком случае. Евгений, я вас благодарю за вашу аналитику. Гостем программы «Лицом к лицу» был эксперт по вопросам внутренней политики и урегулирования конфликта в аналитического центра «Дом демократии» Евгений Ярошенко. Я, Евгений Агарков, прощаюсь с вами. До новых встреч на UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова